Все дома проблемного застройщика Урбан будут завершены в интересах дольщиков. Это вновь подтвердили в Минстрое. К достройке уже подключилась группа Крокус. Как скоро люди начнут получать ключи от квартир, смотрите в репортаже Дом.РФ. Еще недавно покинутые застройщикам, замороженные, брошенные без присмотра, окруженные обманутыми дольщиками. Сегодня эти стройки ожили. Здесь снова работает техника и строители. Первые четыре дома Урбан Групп уже до конца года будут готовы к обводу в эксплуатацию. Подмосковный жилой комплекс «Видный город» получил второй шанс. Почти достроенные дома готовят к сдаче. Те здания, что в Урбане не смогли возвести и до середины, или вовсе кинули на этапе котлована, завершат под контролем фонда защиты дольщиков, который действует по поручению правительства. Сейчас, наверное, самое важное, что удалось начать работу на всех адресах компании. Мы полностью уверены, что в течение следующих трех лет эта работа будет завершена, и граждане получат свои квартиры. Фонд защиты дольщиков постоянно проводит встречи с клиентами застройщика банкрота. Вот и здесь, прямо на объектах Урбана, во время Всероссийского дня приема граждан, им показывают состояние зданий и масштаб проводимых работ. Один из самых частых вопросов – не придется ли доплачивать. Но фонд гарантирует – никаких доплат не будет. Все, что сейчас делается – охрана объектов, докупка стройматериалов, восстановление документации – дольщикам не будет стоить ни копейки. И финансируется, в том числе и средств самого фонда, который защищает права граждан, участников долевого строительства. Мы стараемся ответить вообще на все вопросы. У нас нет никаких сомнений в том, что все граждане получат квартиры, на которые они рассчитывали. Будущих жильцов знакомят с ходом работ, обустройством дворов и готовностью самих квартир. После нескольких часов общения спрашиваем у дольщиков, оправдались ли ожидания от встречи. В первую очередь всех интересуют источники финансирования. Вот сегодня мы получили ответ на ближайшую перспективу, на первый квартал 2019 года. В чем нас успокоили, что все это решается постепенно. Четыре больших недостроя, брошенных «Урбангрупп», уже удалось завершить. Причем весь процесс достройки делают максимально прозрачным. У нас каждый день возникают какие-то задачи, которые нам приходится решать, чтобы быстрее начать достройку, либо закончить достройку и передать ключи. Спасибо Московской области, которая будет наполовину финансировать достройку домов и 100% финансировать достройку всех социальных, транспортных, инженерных объектов внутри всех проектов. Алексей тоже один из дольщиков «Урбангрупп». Ходит на все собрания и на все встречи и снимает видеонастройки. Каждый день ведутся работы, независимо от выходных. Вот, если вы видите, слышите по звуку, вот там на балконе доделывают строители. После первого же ролика понял, это привлекает внимание и теперь выпускает обзоры. Выдают разрешение на проход на стройплощадку, чтобы люди видели. Я снял квартиру в сданном доме, пока ожидаем, так как у нас семья большая, пять человек. Жили мы в одной комнате. Пришлось переехать и привыкать, как говорится, и удобно следить. Ждали сдачу дома не только его дети и жена, но и родители. Причем рядом, в соседнем комплексе. Алексей рассказывает, недавно тут установили камеры наблюдения специально для дольщиков, чтобы те могли отслеживать ход работ. Охотно идут навстречу, представляют материал, как в письменном виде, так и дают интервью. Ну, встречаются, отвечают на вопросы. Да, да. Другой способ задать свой вопрос – обратиться онлайн, написать на сайт. Если нет физической возможности, ходить на собрания. Людей много. Личные встречи, наверное, технически очень сложно делать. Поэтому такой сайт, ну, как мне кажется, на 50% снимает много очень вопросов. По некоторым домам готовность уже свыше 90%. Но есть и те, что в Урбангрупп заморозили еще на этапе котлована. Плюс социальная инфраструктура. Круглые столы, посвященные ходу строительства, будут проходить ежемесячно и в Минстрое. До тех пор, пока не сдадут все объекты. Сегодня проделана конкурсным управляющим огромная работа по формированию реестра прав на будущие квартиры граждан. Это все сделано бесплатно, благодаря юридической поддержке Дом.РФ и Комиссионный фонд для строительства, который, по сути, достраивает эти дома. Один из достроенных объектов ЖК «Солнечная система» в Химках. Как видно, еще вчерашний недострой преобразился в комфортное жилье с новыми окнами и широкими балконами. Готовность здесь была достаточно высокой, поэтому первый дом этого жилого комплекса будет сдан до конца года. После всех проверок, а они будут гораздо строже, чем обычно, сразу тысяча дольщиков получит в нем свои квартиры. Подрядчиком, который занялся недостроями Урбана, стала группа компаний «Крокус». Контракты на 54 дома уже есть. Всего же предстоит завершить 68 объектов, оставшихся от банкрота. 68 домов, полтора миллиона квадратных метров. Из них первые 228 тысяч квадратных метров мы сдаем к концу этого года. Все оставшиеся объекты, имеется в виду жилые дома, за 19-20 год все будет закончено. На объектах уже работает полторы тысячи человек. Нам показывают на графике. Новые строители прибывают каждый день. Прямо в кабинете Араза Агаларова идет трансляция с камер со всех строек. Принято решение, что все делать так, как было предусмотрено в проекте. То есть никаких опасений ни у кого быть не должно. Мы отвечаем, так сказать, за результат сроком надлежащим качеством. Способ восстановления своих прав дольщики выбирают сами. Для этого конкурсным управляющим организованы специальные голосования. Они проходят с начала декабря. Дольщики в 99 тысячи процентов проголосовали за то, чтобы передать новому застройщику, чтобы не создавать ЖСК. Это решение дольщиков. И в рамках закона о банкротстве это четко регламентировано. На практике завершение четырех домов Урбангрупп означает, что около двух с половиной тысяч дольщиков скоро получат свое жилье. Идет активная работа и по другим объектам обанкротившегося девелопера для того, чтобы выполнить дорожную карту и достроить все жилые комплексы в намеченный правительством срок.